Я не знаю, какие-нибудь известные предложения. Идея такая, на самом деле. Идея вот такая, смотрите. Многие характеристики асинтетического поведения, они устроены как много пределов. Формулы устроены вот таким образом, большие. Три предела, два предела. Вопрос возникает у меня вот такой. Лучше-то нельзя их отвернуть. Лучше нельзя. Вот с этой точки зрения. Потом, а насколько плохо может быть? Плохо совсем в этом случае. Там хоть чуть-чуть лучше. Там хоть есть полнепрерывность снизу, почти всюду, да? По логическому смыслу. Всюду плотная же дельта. То есть полнепрерывность снизу. А здесь этого тоже нельзя ожидать. Тут совсем все хорошо. Эдономных систем ничего хорошего вообще ожидать нельзя? Для меня автономных. Для меня автономных. Да. То есть ничего сказать про полнепрерывность. А то всюду плотное множество. Ничего. Я тут все гад. Уроды. Еще вам кто-нибудь энтропию не автономных, так сказать, отображений. Ну, например, возьмем аносовские отображения Тора и будем комбинировать разные эти самые. Разные аносовские. Сейчас скажу. Фокси. Не периодические последовательности таких отображений. Вот представьте, последовательность есть. Есть. Но ее обрежем до какого-то R. И потом тождественное отображение возьмем. И тогда антопологическая энтропия будет ноль. Постарайтесь. А если, допустим, вот у нас есть последовательность, а хвост мы сделаем отображение, у которых будет энтропия двойка. Постарайтесь. Рядом с любой последовательностью существует две последовательности, у которой энтропия будет ноль. И другая будет последовательность, у которой энтропии будет два. Там скачки все время. А задача возникла из школы Владимира Михайловича Миленщикова в университете Московского ГОД, который, в общем-то, заметил следующее, что показатели Пунова являются, вообще говоря, разрывными функциями в зависимости от паралитрыных. Показатели Пунова не однородных систем. То есть берем х с точкой, равняется а от t μ, а это матрица, умноженное на х. Вот если мю менять, то показатели Пунова устроены плохо. А именно он доказал, что они второго класса Б. Потом его ученики развивали. Вот, в частности, я тоже. Ну, я не его ученик, я ученик уже. Он мой дед. Да, он мой дед, в общем, научный. Вот. И я тоже этим занимался. То есть даже это не рекордный. У меня не второй класс Б, это даже не рекорд. Вот. У меня есть показатели, которые... Я показал, что они принадлежат на третьем. То есть еще. А это у вас нет арку приходом? А вот это в мат заметках? Какой будет? Будет лежать. Нет, это лежит в мат заметках. А третье и четвертое в дифференциальное уравнение в мат заметках... Уже? В 2013 мат заметки, в 2016 мат заметки и дифференциальное уравнение в 2017. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ... АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...